Здравствуйте, дорогие друзья! И мы находимся снова в Амхате имени Горького. И сегодня поговорим с вами на такую тему. Да, меня зовут Круглый Дмитрий, это канал Философское мнение. Мы с вами поговорим на такую тему, для меня она кажется банальной, но вот я все-таки хочу нести доброе и прекрасное всем, поэтому сегодня поговорим о таких двух понятиях, которые вообще существуют в философии. Это этика и эстетика. Начнем с последнего, потому что они на самом деле очень часто применяются в нашей повседневной жизни, но как показывает мой опыт работы со студентами, студентам кажется, что это какие-то заоблачные прямо слова, которые под собой ничего не несут. Итак, давайте поговорим про слово эстетика. Эстетика это слово, которое вообще появляется в 18 веке, как некоторая такая дисциплина. Ее основателем считается Боумгартен, и он предполагал, что эстетика, а вообще само слово эстетика происходит от слова аэстетис, то есть то, что как раз низшая часть нашего познания. То есть то, как мы с вами воспринимаем мир, это мы его воспринимаем именно чувственно. То есть речь в эстетике чаще всего идет о чувствах, но уже в 19 веке слово эстетика было распространено и на Платона, то есть туда берутся разговоры о том, что, например, как понимает Платон прекрасно, что вообще понимается под прекрасно. Смотрите, какая проблема. Чаще всего говорят о том, что эстетика это что-то такое прекрасное. Знаете, в Москве там разбросаны всякие разные клиники эстетической хирургии, либо там еще что-то такое. Эстетическая пластика, эстетическая медицина и так далее. К эстетике, на самом деле, я вам скажу по большому секрету, это не имеет никакого отношения, потому что там это слово употребляется в значении о прекрасном. На самом деле эстетика, как некоторая такая наука, она понимается как нечто, что вообще позволяет нам говорить о том, что такое прекрасное и что такое безобразное. Кстати, в комментариях напишите, что вы думаете, что для вас такое прекрасное и что такое безобразное. Для того, чтобы вас как-то шокировать и, может быть, развеселить на эту тему, я предложу несколько концепций, которые кардинально отличаются, да, потому что мы когда приходим к вам, например, как раз я сейчас в Махате, прекрасно, прекрасный спектакль, прекрасные актеры, все замечательно, да, вот что-то возвышенное. На самом деле эстетика это наука, которая пытается разобраться, как мы воспринимаем именно прекрасное и как мы понимаем безобразное, потому что без безобразного на самом деле никакой эстетики не будет. Так вот, существует, например, во философии такая концепция, которая принадлежит немалоизвестному философу, в том числе Чернышевскому, который писал о том, что все, что в нашей жизни есть, оно и есть прекрасное. То есть, условно говоря, то, что обладает жизнью, оно и есть прекрасное. То есть, там, где есть жизнь, это прекрасное, даже если мы отчасти этого не осознаем. То есть, условно говоря, червяка, которого вот мы видим, неприятный, мерзкий, паука-таракана, его тоже надо воспринимать прекрасно. Или, например, есть еще концепция прагматической эстетики. Прагматическая эстетика – это вообще потрясающее действие, которое рассказывает о том, что вам не надо, условно говоря, приходить в музей, образовываться для того, чтобы чаще всего говорят, ну что же ты такой бескультурный, ходишь, не ходишь по музеям и так далее. А вот прагматическая эстетика, она более свободная в этом плане. То есть, она говорит о том, что для того, чтобы стать культурным, не обязательно ходить в музей, или не обязательно ходить в классические такие музеи. Но, условно говоря, под прагматической эстетикой понимается все. То есть, условно говоря, вы включаете Дом-2, например, вы включаете Дом-2, и вы от этого тоже, на самом деле, получаете эстетический опыт. А уже как этот опыт будет распределяться, уже решать вам. Вот. Поэтому эстетика в этом плане, она является как нечто, такое, знаете, то, что распределяет, как мы детерминируем, как мы определяем категории прекрасного, безобразного. И, кстати, эстетика не ограничивается только на этих категориях. Эстетика занимается вопросами возвышенного, низменного, трагического и комического. То есть, на самом деле, вот то, что там по всей Москве, вот эти клиники, они на самом деле занимаются только красотой, а вот выбрали такое слово, как эстетика. Но на самом деле эстетика, как наука, она гораздо более широкая. Когда мы говорим о эстетике там чего-либо, то мы говорим о, например, эстетике кинематографа, то есть, мы говорим об операторской работе, мы говорим о уровне актерской игры, мы говорим о, скажем так, сценарных ходах, то есть, те слова, которые употребляют. Это, на самом деле, все входит в определение эстетического анализа. И под эстетический анализ у нас попадает абсолютно все. У нас могут попадать абсолютно прекрасные работы, например, Макеланджело, Леонардо да Винчи, и при этом при всем может туда же также попадать и Оля Вузова, и Оксимирон, и мы их можем тоже разбирать и как тексты, и с философской стороны, и в том числе с эстетической. А вот вторая вещь, которую я вам сегодня пообещал уже, это, конечно же, понятие этики. Понятие этики было придумано Аристотелем, которое обозначалось как нрав, характер или обычай. Если что, смотрите у меня ролик по аристотельской этике, он там прям подробно, как отец-основатель этой науки, он прям очень подробно это все объясняет. Итак, у него там получается несколько, у нас с вами получается несколько больших концепций в этике, которые существуют. Вообще этика в итоге по факту это стала наукой, которая в самом широком своем смысле занимается проблемами добра и зла, проблемами медицинской этики в современном мире, проблемами экзистенциального выбора, проблемы выбора вообще, какой выбор мы можем сделать, какой выбор мы должны сделать, то есть некоторые такие модусы, которые у нас с вами определяются. Это тоже не менее важно. То есть если мы с вами говорим, например, об этике, я думаю, что если вы поставите здесь большое количество, жирненькое количество лайков, то и напишите в комментариях, про какой бы раздел этики, либо, например, эстетики вы бы хотели услышать более подробно, то я это с радостью вам запишу. И вот этика, она тоже бывает разнообразная. С одной стороны был Аристотель, который говорил о том, что вот у нас счастье, помню, что Аристотель, он был эпдемонистом, то есть он стремился к вопросу о том, как людям стать счастливыми. И вот он говорил, что этические добродетели – это один из способов стать счастливыми. Он как раз их фактически детерминировал. И вторая у нас с вами часть, она заключается в том, что было, конечно, большое количество этических теорий, и я чаще всего как-то затрагиваю в контексте программы «Философские заметки». Но, тем не менее, скажу еще несколько тоже пунктов о том, что, знаете, говорят «хорошо поступать так, хорошо поступать по-другому». Есть очень большое количество позиций самых разнообразных, как, например, возьмем старика Канта, который родился в Кёнинсберге, ныне это Калининград, который учил, например, о том, что одна из его формулировок категорического императива заключается в том, что никогда не относись к другому человеку как к средству, но всегда как к цели. То есть, вот Кант видел в другом человеке всегда, например, цель. И он говорил о том, ну, Кант вообще много там всего говорил, он говорил о том, что, например, врать это плохо, то есть, Кант был очень такой правильный, порядочный о том, что вообще вранье это не очень хорошо. А вот был другой, например, человек, которого чаще всего называют антиморалистом, и я думаю, что в программе «Философские заметки» мы тоже до него дойдем, это Фридрих Ницше, вот у него была как раз отдельная такая этика, то есть он считал, что самое главное это о том, что у нас есть с вами воля к власти. Что такое воля к власти? Воля к власти – это отчасти способность разделять и причислять себя к сильным. И если, условно говоря, вы видите, что какой-то слабый человек находится на бездне своей жизни, то надо взять, подойти и подтолкнуть его. Здесь будет вопрос, который от этого возникает, станете ли вы более счастливым человеком или нет. То есть вот эти вопросы, да, и когда поднимаются, например, этические вопросы в кинематографе, да, то, чтобы вы тоже себе это представляли, когда, например, герою предстоит сделать какой-то выбор, либо когда герой, например, совершает какое-то, я не знаю, воровство, да, неэтичный поступок. И это нас с вами все равно начинает относить к уровню рефлексии, к уровню того, о чем мы с вами должны размышлять. Более подробно вы можете посмотреть в «Философских заметках», а мы благодарим ХАК, благодарим телеграм-канал Печерка Виктейнштейна и до новых встреч, увидимся на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok